Инотич, у меня есть вопрос, там у меня монахи просили вас ответить. Ну что, надо сейчас наушники надеть? Да не надо, наушники, я так слышу. Ну давай. Они, в общем, просили вас составить список, сделать список такой, куда будут внесены все, как говорится, нарушения канонов и правил церкви. Да ничего, смеется что ли? 413 пунктов нарушено. Я буду сидеть там. Нет, ну а вот хотя бы так вот, ну хотя бы приблизительно, как можно найти эти нарушения? Нарушения Библии. Чтобы они поняли, что Библия и Слово Божие, и к этому ничто на земле больше не относится. Это Бог говорит, и эти слова зафиксированы на бумаге, на скрижалях. Вот это необходимо, и убрать, и стерять сразу. Больше еще не надо. Простое дело, скажите, вы считали, что торговля у Крэмби запрещена? Уберите. Все кончилось. Ничего нету? Торговля нет, служба кончилась. Несторожно сплетет вас. Мне просто нужно, они попросили. Давно уже попросили. Я забыл, и вот только вспомнил. Они тоже слушают вас. Скажите, торговлю уберите, в первую очередь, торговлю. Уберите ее, она не должна быть в торговной ограде. Какие пункты показывают? У нас здесь стоит Крэстонова Православия, на сайте, на нашем. И там написано, торговля и храм несовместиво. Там все пункты. Чего я буду одну ту же работу, молотить сто раз? Они ничего не сделают. Ну, такие архимандриты, иереи приезжают, фотографируют правила наши. Ой, 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 все сделаем. Проходит год. Что сделали? Ничего. Они друг друга пожирают, как скорпионы в банке. Они боятся только самих себя. В этом страхе они не должны их церковь приближать, они должны за порогом стоять, священники, монахи. Все охуяно страхом. Боятся епископов. Боятся епископов, как ботита какого. Башку отвергнуть сразу. Чуть не так. Я говорю, да я же, у меня же доктор церковный, я с ребенком, у меня ребятишки. Да он у меня сразу вышел. Это говорит о хорошем, о хорошем. В митрополите, там, а в епископе. Священник, который хорошо относится. Как только релища зашла, как поступить, ой, как огня боятся. Все, он меня выбросит. Это лютые волки. Если ты заранее знаешь, что от тебя выбросит, ведь в среди зимы на улице, кому ты подчиняешься? Какая там благодать, там, змеющих. Чего я доказывать-то буду? Если я, как-то, говорю, священник, который служит, который на хорошем счету, он чуть-чуть не так, архиерей сожрет его. Это диктатор мужа Муссолини. Чего непонятно тут еще? Это не лютые волки. Как будто бы человек-кодемоны какие-то. Вот он говорит, работает со мной. Я его по имени не могу назвать даже. Сотрудника. А почему? А жена у меня работает в цирковле, там, что-то где-то печет или что-то. Он сразу выбросит ее епископа. Ну, а ты, работающий, я говорю, на мирской работе, тебя не тронут. Достал, выкинут. Ну, вы знаете, сейчас вот мой в этом, ВКонтакте. Они непрерывно глушат и глушат, и глушат. Ничего нет. Они ничего не понимают. У них только одна из вилина дана. Патриарх. Все. А Патриарх в одну. Я с ним. Это манкурты. Какие правила буду показывать им? Торговлю уберите первое. Уберите торговлю. Ну и что? Мы делали так. Две торговки, они приняли это. Я у них печь сделал для проспорта. А настоятель был в другом месте. Город Красноярск, Бургин, отец Александр. Вообще знаменитый такой. Утром пришел, служит, и вдруг слышит шум какой-то. А там за Дубовым иконостасом, говорят, еще не слыхать. Они себе там устроили теплое место. А тут Евромайдан у них идет. Он послал служителей. А что там такое? Не знаю. Толпа стоит, убери. Никого тут в храме-то нету. Он пошел, что дело? Киоски закрыты. А где же Юля? Там с Санной. Кудак они вот болятся. Он побежал к ним. А вы еще не торгуете? Да как не торговать? Да ближе. Ну, батюшка сказал, он согласен, и вынесет это. Он сказал, ну, нет, нет, он постарается вынести. Батюшка, это хорошее. А я им сказал, завтра это сатана, сегодня это бог. Они не идут. Как он рассверепел, этот хороший смещенник. Да я их, да это Игнатий, это мне все. А службу-то нет никакой. Собор. Все прикордилось. Ну, хоть кого-то поставь. А кто принимать надо, значит, иметь кредит там на воде? Он умаляет их, они не становятся. Он рассверепел, как вешеный сверх. Вот и все. И трое них только попробуй. Я конкретно говорю, убейте торговлю. А натихщик, а если не убирать торговлю, а вынести за территорию храма? За территорию убрать. Церковная охрана запрещена канонами. Ну, я говорю, на нашем сайте. И там есть книга, она раскрыта в Крестном православии. Ну, там смотрите по объявлению. Они не сделают это. Это пустой разговор. А дальше по порядку начните. Первое, если вы хотите. Шестой Вселенский собор. С 14-15 правила. Раньше 25 лет дьяхона не ставить. Раньше 30 лет не ставить приснекера. А если поставили, то будут извержены. А такову правила написано. Януковичу? Да не все до того не ходят, и священники. Да не все поставили вопреки канонам. Как он сделает? У нас был такой здесь. К нам прилепился один, яромонарх. И все. А он молодой совсем. Ну что, 6 лет ему сидеть. Ну, он 6 лет согласился, а потом забунтовал. Он без этого не может. Хотя он прокормился. Его голодом не оставить. Даже есть урещанных лет. Они не могут этого делать. Плевали они на все правила. Да они так это дуются здесь. Зловодие не сдают. Открой по порядку правила все. Посмотри. С мирскими властями, по мирским властям, если поставлено, 7-й Вселенский собор, 3-е правила. Рукоположение действительное. Все 100% архиереев, все 100% были поставлены через мирскую власть, КГБ, 5-й отдел. Что они не знают? Что они дурью маятся-то? Покажи ему правила какие. А ты отмери только, дошел к храму и начинай сразу. Зачем они кресты проще наворочить, на храмах стоят? А там они железяки, куча хлопа. Настоящего креста ты редко где встретишь. Вот в Печорской лаве там нормально, стоят прямые, перекладины. А вы их там наворачиваете на болтажники? Я посчитал сколько? По 17 концов. А по 18 где-то 3 шестерки. Я говорю, что из креста-то сделали? Ну, сделано 4-х, конечно, 6-и или 8-ми. Еще к храму не подойдешь, уже все искуперкано. В луну поставили, там и победили мусульманство. Бедолаги. Герои вчерашней битвы. Ничего они не могут делать. И не будут делать, это ложь. Я старался всеми силами. А потом мне один разъяснил. Ты, говорит, стараешься, делаешь. А они все делают наоборот, только тебя уничтожить. И это не сегодня, не вчера началось у них. И знаешь, что неправда? Я говорю, ну, ты знаешь, что неправда? Ну, да. А когда чем я говорил? А чтобы по гуде не ходили. А Боже, Матерь не признаем, там то другое. Ну, пришел. Ну, еще я могу сказать. Они воспитаны так. Это их планета. Пусть оттуда смотрят дальше. С вещи должны быть чисто восковые. Я уже беру внешние. Чисто восковые. Уберите эту мерзость. Она катаракту дает. Сиариновые там всякие гадости. Уберите. Не уберут. Не уберут. Они как-то торговать. Торговать надо. Деньги. Бизнес церковный. Бриток, чтобы там не было. Это устав для церковников. С Украины приезжают. Они заразили все здесь, в Сибири. Такие сытые рожи. Смотреть противно. Ну, а о десяти не надо людям проповедовать говорить? Сразу везти. Они не введут. Десятины нету проклятия проклятых. Еще они крутят там. Десятина нажимает. Это десятина будет. Никакой торговли не надо. Свещи сами сделают. Будут ставить сколько надо. По храму, чтобы не бродили. Они никогда ничего не сделают. Вот икона. Целуют. Икона потом лбок поднет. Поцелуют, а лбок ударит. Ну, мы друг друга целуем. Другого бомба-то не пьем, когда поцелуемся-то. Откуда вы взяли, что икона нуждается, чтобы бомба ботнули ее? И священники это же делают, архиереи. Они лукавые, неверующие. Подыгрывают властям. Вчера инуковича подпевали, а сегодня будут другого подпевать. Им разницы никакой нет. Они безбожники. Эти, которые спрашивают, истина. Вот им скажите, скажите, вот это исправьте. Сделать. Ведите десятину, уберите торговлю. Они связаны между собой. Вот и все. И не надо о глупости дальше говорить. Народ должен понимать, что есть. Народ в русском языке должен быть. Народ-то не понимает ничего. Что проповедь даже на каждом богослужении. Что, не знают они это? Откуда они взяли, что епископы должны быть неженаты? Павел говорит, что мы не имеем власти, имеем с сестрой жену, жену, сестру. Павел, апостол, Петр. Жан-то не захватили, все власть утурпировали. Подменили. Главное, верховный орган считается властью. Это общий собор. А нет. Синодом. Не синодом даже, а там синоди, которые сидят. Архиерейский собор. Все. И они решают все дело. Узурпация власти. Даже это их правило. Их. Их правило. Я не беру еще каноны. А по канонам там с первого правила начинай и гонишь по порядку. Вот они их мчают. Мечают. Мечают. А венца-то нету. Сзади второй идет. Кого венчаешь не поймешь. Которые сзади или впереди. И венцы над головами 9 сантиметров на 20. Священник поднимает руки и венчает второе божие. Где венчается-то? Кое-где правду стали надевать. Венец-то для головы сделан. Не для рук тех, кто сзади пойдет-то. Чего они дурью маются-то? А домой это стало. Я спрашиваю, почему? Ну, головы бывают там такие, вот это, чтобы запачкать. Не запачкать. Пусть крестят полное троекратное погружение. Да никогда не сделают это. Они сами не крещеные. Им показать. Крещение примите. 50-е апостольское правило. Они изверженные. Они так, для беду стоят. Ничего там, наверное, давно нет уже. Но все правила. Я называю это не 2, не 3 правила, а 4 за 13. Я провел 3 года с правилами. С людьми. Советовался, сравнивался со священником, с архиереями. И выиграл. У меня все это выставлено в каком соборе, сколько правил. Какие правила. Когда я за рубежом был, сказал, да, конечно, выпускать не хотели. Дайте нам этот материал. Да я говорю, все равно не будете выполнять. Ну, я дал. Чем выполнять? Да, конечно, нет. Это работа. Я должен знать все данного правила и знать церковную жизнь всю, до копейки. И делать сравнение. Сравнение с когонами. А они не будут делать. Им это очень надо. А вот откуда сейчас пришло вот это вот? Нарисовали там тысячи образов икон вот и одному образу от того молиться, от того, от того Богородицы молиться. Вот. И люди вот идут за этим, верят всему этому. Образ-то есть Богородицы. Чему вот это вот устраивает? Вот и спросите их. У нас икона, Богородица, у нас все есть в правилах. Ну, никто по стену не ходит. Пришли и стоят. У нас с тарелкой не ходят, деньги не собирают, вещи не продают. Ну, можно сделать-то. Спрашивает, как? Вот все правила хотите исполнять, познакомьте с нашей Барнамурской крестовозвиженской общиной. Ни одного правила не нарушается. Ой, как они взыграли. Священники начали исследовать специально меня. Докопали, значит, а вот вы ездите, а написано пойдешь в лес, возьми с собой лопатку. Я говорю, у меня лопатка. Я смотрю, как? У вас все лопатка. То есть они рассудили, что это, конечно, Игнатий не исполняет. Я говорю, вот я стою с фотографированием с лопаткой. Вырыли, зарыли, нигде ничего нет с испражнением. И не потому, что воняет, а потому, что среди вас ходит Господь. А вы в это не верите в Бога, и поэтому вам раз здесь сидеть никакой. Мы будем еще о дерьме разговаривать. А вы, вот два священника меня зажали в Екатеринбурге. А вы все равно нарушаете. Я говорю, где же, покажите, я буду исполнять. Но оно написано с евреями, не мыться в бане. Да где вы, поймать еврея в баню тащить, чтобы я помылся. К нам и евреи не ходят, в баню топим отдельно. Ну а когда в общественную баню я не хожу никогда, зачем я буду сифири собирать? Они сели. А все равно нарушаете. А чем? А написано с евреями, не ест вместе, так я и не ем вместе, поймайте его, посадите, я ему буду прислуживать. И после него поем по обедке, мне не стыдно. Ай-ка, да так. Ну вот с братом купили батон, сидим в парке, в снег махнем, и снегом едим, поели, пошли. Причем тут корчма, евреи, это додуманное все, они меня ломили, да и не поймали. Больше еще не нашли, вот три правила. Сначала что поесть, а потом как правильно оправиться. Вот это уровень развития. А одна явка, и та лопнула пополам. Пусть они, если это они не знают, на торговлю уберут десятину минут, прекратить идолопоклонство. Знают, не знают, мощи режут. На каждом шагу нарушение. Кто позволил мощи резать? Где? Какой святой? Какое правило? На мощах святых мощеников. И просто мы прославили, церковь прославила его, церковь прославила. Да где ты нашли, что церковь прославила? Церковь спасается. Она может славить Христа, только прославила церковь. Клику святых, и пока тот председатель комиссии, которая занимается канонизацией. Он ума своей бабе дома не даст. Она командует на небо. А он командует небом. А все это блем. Разводит руками антимонии. И верить нельзя, они обманщики. Только наговорились, все нормально. К утру переменили все требования. Они за мной еще гоняются. Я им еще побешал. На моей книге зачем был гуд? Зачем? У них самый большой враг. Клапкин и Инатий Тихонович. Больше ничего нет. Они ни с бандельствами, ни сеговестами, ни с кем не борются. Только со мной. А почему? Да потому что то на стороне, а то внутри церкви. Я показываю, что можно исполнять каноны. Жить по Библии. Любить Бога. А для них-то я это показываю. И можно, значит... Они умышленные враги церкви Божьей. Враги Христа. Вот. Если вы камеру немножко пониже сделаете, у вас много пространства. Вверху. Так, ну-ка, Володя. Вниз камеру опустите. Подожди-ка. Да нет, камеру саму. В глазок. Вот так вот. Надо было сказать-то рано. Вот так вот, да? Вот. А то снимаю там половину этого потолка. Ну, пацан. А у меня обнаружен съемный диск. Я не вижу. У меня закрыто было. А вот у этого видео-то вчера я выставил. Вот. И люди многие обижаются. То, что вы на Сергея Радонежского. Вы там на святых вообще говорите, что они не святые там. Не святые. Не святые. Если он нарушает. Чего вы подыгрываете? Ну, правило. Четвертый Вселенский собор. Седьмое правило. Я еще правило писал, что Вселенский собор. Ну, считайте, смотрите, что Сергей Радонежский, и нарушает его, это в славу пойдет. Откуда вы взяли это? Зачем подыгрывать? Тогда католики тоже, а они под этим правилом подписывались, это сами изменяют. Святые, святые. Святые по Библии. По Евангелию. А не потому, что вы их думаете. Святые по Евангелию. Конкретно правило написано для всех. Все отвечают на всех. Почему Сергей Радонежский, вопреки правилам, идет? И правило нафиге предает. И просто играет. А вы, Александр Девский, воевал, а вот вы против. Ну, и Александра Девского, я его знать не знаю. А кто это такой? Да вот воевал. Вы воюете. Я знаю Алексея, когда он в химу принял. Вот этого я знаю. Который вчера был Александром Девским. Он отрекся той жизнью, а вы его прославляете. Я сам его не знаю. Я знаю Павла. Мне зачем сам его знать? Это гонитель был. Александр. И начинает акаписто писать. С детства возлюбил ЕСИ. И дальше начинает лгать. С детства возлюбил он коня. Меч. Это был боевой воин. Не надо лгать. Возлюбил. Он в бассейне видал этого. Возлюбил пропы. Да такие. Довороты это дело. Безбожники. Во все времена Господь один и тот же. Вот возьмем там еврейский народ. Возьмем Ветхий Завет. Господь благословлял еврейскому народу попадать на города. Неужели он сейчас не благословит народ наш защитить нашу Родину, нашу землю? Ну и что? Господь говорит, не знаете какого вы духа. Ученики по старым меркам вначале. А можно огонь. Свистить с неба. Ну а вот на сегодня свистить у них и силы нет. Так а мы кантелью молотова будем заливать огнем. А Господь ответил, не знаете какого вы духа. Они не знают какого духа. Почему Господь не защищал в богородице опорства Батринского гнезда? Почему не понимал восстания? Пусть ответят. И почему из христиан первых никто не пошел воевать? В пантеолу ушли из Иерусалима и все. Нет, ну сейчас Америка хочет напасть на нас. Слушай, мы опустим руки и будем смотреть. Почему попустим-то? Их опускать не надо. Их надо поднимать и все время молиться. Я же не говорил опускать у них. Наоборот даже. Они нас поставят на колени. А зачем ждать, когда поставят? Надо самим стараться встать на колени, поднять руки и молиться. Господь говорит, когда говорит, ненавидь врага. А дальше А с большой буквой. А Я с большой буквой. А Я. А Я это значит совершенно противоположно. А Я. Ну вот дальше Я теперь. А Я говорю вам идите туда. Никаких все делает точно даже. Убивать похвально это послание Капанасию, Василия Великого. А какое может быть послание, когда это вопреки Слову Божию? Хотя бы, ну каким-то образом, как Христу имело. Вам надо воевать в бою. Их идут. Взявший меч от меча погибнет. Даже за Христа нельзя наступать. Замложи меч твой множественный. Петр получил приказание. А Папа говорит. Хотя Христос сказал, вложи меч множественный. А если Папа говорит, вы не сможете пойти. Ты должен сделать. Ну тут все понятно. Великий инквизитор, считай Достоевского. Ну Господь-то сказал, не убей. Ну и он же сказал, блажен, кто душу свою отдат за ближнего своего. Понятно. Душу отдаст. Но не выйдет душу другого. Они идут, а души вынимают. Сколько в Афганистане душ вынули? Для маленького такого народа 18 миллионов. Полтора миллиона погубили. Целое селение с прахом смешивали. Это христианский след оставили. Нам это вовеки веков не просят мусульмане. Зачем залезли? Туда даже царь не залазил. И все, отнимали теперь воины. Души положившие. Они отнимали души. Это есть верхи рода человечества. Их надо впитывать анафиби и закрыть эту главу. Короче, что они защищали там? Да самое-то главное Амит, который перед этим был. Старый был. Советская власть. Но решили сменить программу. И посылали своих. Говорю там. И его внутри уничтожают. Сейчас все открыто пишут. Больше подлецов знать не знали. Его с ребёнком совсем живой. Всех сначала отравили, но неудачно. И ночью как захватывали они. А Бабраха кормали. А его потом повешают на воротах. Посольством. Везде смутан. Безбожники. И попой сегодня машут канилами дым напускают. Сколько в Чечне погубили? А можно было по-другому? Конечно можно. А как? На колени. У всех попросить прощения. Ермолов из захвата Лодли. Через три совета откликнулось. Ермолов. Это другая страна. Другой народ. Другой обычай. Другая культура. Другая вера. Зачем туда лезли? Выход только один. Евангелие. Ну это об этом раньше нужно было думать. Надо сейчас перед фактом поставить. Нам нужно сейчас выходить и защищать родину. Другой брат. Нет той позиции, которая бы требовала исправления 300 лет назад. Что-то там неисправимо. Почему в Германии не стали так репарации выплачивать? Евреям и всем. Почему Папа Римский вышел и попросил прощения перед евреями? Почему у них фашизм осужден дюбинский процесс? Коммунизм придет беды сто крат больше. И нет ни покаяния. И так же Зюганов стоит и молотит. А они его подпевают. И попы прямо внутри. Голосуйте за Зюганова. Прям в храмах. У меня стихотворение напишут. А те малюты живые. Я еще сказал. Отступитесь от них. Подражайте Папе Римскому. Попросить прощения. Евреев гнали, гнобили. Им говорил, ведь ты еще тогда министра внутренних дел. Не дай бог будет революция. Евреи все потянутся в революцию. Там все и случилось. Еврейская революция. А дальше царя, царское семейство, родственники царя. Все под нож пошли. А дальше вся Россия потянулась на галку. А можно было раньше? Конечно, можно было. Нет. Только надо до конца было душить. Так как Петр Первый. Да и Ман Грозный. Ленин тут правильно понял. 90% заводим в гроб, а 10% все-таки доведем до коммунизма. Тут все. А интеллигенция? Интеллигенция, интеллигенция, говно. Вот и все. Ленинское определение. Почему они не бунтуют? И притом никаких точек нет. А прямо написано говно. Это Ленин на всей интеллигенции сказал. Это в его трудах написано. А сегодня у нас носы зажимают. Это лицемеры. Кого они крестят? Послушайте Дмитрия Смирнова. Крестил, крестил, говорит, 15 или сколько лет. И гляжу, никого нигде нет. Крестить у тех только детей, которые родители верующие ходят. А обман. Кого они молчат? И крестят, и крестят, а лжекрещение эти. Никто нет. Новые проститутки, новые архитиры растут. Новые блудники. Вырастаете, никого нигде нет. Да никто их и не думал приобщать церковному правилу жизни. Ты посмотри, когда идут священники. Какие они разжиревшие. Какие пузыри катятся. Им не стыдно ничего. До сочи с такой пузенью выездом и не вышел. Я им его наращивал. Где бы ни были, они везде гоняются и гоняются, и лгут непрерывно. Вот конкретно сейчас у нас в контакте. Два дня еще не побудем, уже заблокировали. Еще мы не зашли даже, уже блокируют. Почему? Вот порождение это. Молчатник. И на тех человек, как народ-то учить, если народ сам не стремится к учению? Еще под нож пойдет народ, вот и будет новая Украина. И новая Америка. И сожгут блудницу огнем. Откровение 17-18. И купцы земные посыпят голову прахом. Город великий, от которого все обогатились. Город на семи холмах. Москва на семи холмах. Что тут еще доказывают? А мы изменим. Ничего не изменишь. Только на колени и руки вверх. А вот мы молимся, мне сейчас дают. Мы молимся, вы тоже молитесь. А на Украине, вот, Господь и отвечает. Это ответ Божий. Другого мы не достойны. А вы еще хотели дальше продолжать? Грешите, чтобы бесконечно было и конца света не было. Будет конец света. А перед этим будет все остальное, что уже начинается. Они смерти боятся, болезни боятся. Выздоровеет, выздоровеет. Зачем выздоравливать? Если грешите. А сегодня один лозунг. Грешите, не болеть. Больше ничего там нет. Грешите, не болеть. Болезнь – это исцеление от грехов. Пошел. Ну, давай. Пошел в храм. А они безбожные, безбожные побои. Они за меня за одного не ответят никогда. Сколько они пакостей творят. О, непостижима. Ужас. Я вот смотрел видео позавчера, там, или два-три дня назад. Смотрел, как вы в Москве с одним батюшкой беседовали. Такой батюшка, короткий, молодой, 36 лет ему. И вот как вы ему рассказали правила Серафима Саровского, что священники большая часть погибают. А он говорит, я даже и не слыхал такого. И говорит, не читал такого. Ну, да. А я ему говорю, третий том в «Настольной книге священнослужителей» по благословению патриарха Фимина. 301-я страница. Читайте. Они ничего не читают. Они жируют на грехах народа. Грехами народа питаются. Вот я в епархии был, говорю, больше, а сейчас священников погибают. Вот у вас здесь минимум 6 в 1 будете сидеть. И архиереев столько же. Ну, сейчас архиереев там 300-500. Ну, вы допускаете, что хоть один архиерей погибет? Как погибет? А архиерей. Слово «святейший патриарх» уберите. Он не святейший. Слово «святейший» даже к Богу нету в Библии. Слово «святейший» два раза встречается. Один раз у Иуды на святейшей вере вашей назидает себя. Вера наша святейшая. И второе «святейший храм» был для евреев. И все. А это человека грешного. Супер грешного. Святейший. А он ублажается, он гуляется, стоит. Ниже их не повернется. А как вызывать? Да никак. Господин патриарх или как-нибудь называют. Да сегодня и господин просто патриарх. Ну а почему вот сейчас такие наступили времена, такие тяжкие? Вот почему молчит-то церковь? Почему к покаянию не призываете? Да это же сегодня началось? Это уже с четвертого века идет. Нет, ну такое обострение и церковь молчит. Молчит? Потому что Дух Святой покинул ее. Причина только какая. Где Дух Святой, там обмещение. А вы говорите не так, как все говорят. Не так, я согласен. А вы видите, отрицательно, негативно отзывайтесь о патриархии. Правильно. Так она негативно живет. А вы найдите мне положительные, которые говорили без негатива. И Библия кем написана? Начните с первого пророка. Они все шли против течения. Все до одного. Почему Степан и говорит в седьмой главе Деяния апостолов? Кого из пророков не гнали отцы ваши? Кого? Они молчат. А теперь памятники строят. Что они, разве не знают? Я им буду говорить. Мой голос не сходит с этих. Не сходит. Но почему? Потому что я слышу голос Божий. Он повелевает мне. Не умолкай. Говори. Это есть очарованный странник у Лескова Николая Семеновича. Такой рассказ. А Дух говорит о полщасти. Вот и все. А они воевать хотят. Ну пусть воюют. Кто ведет в плен, пойдет в плен. Не знаете, какого вы духа. А я знаю. Дух Христов – это дух мира и любви. Враг голоден на корме его. У меня есть это к истинному православию. И там, а я говорю, любите врагов ваши. Там все сказано. Абсолютно все. Я его открываю. А он и я. Я не считал. Не считал. Да зачем ты залезла тогда? Тогда молчи, сиди. Считай готовое. Почему я не спорю со святыми отцами? С Библией. Не спорю. Никогда. Ни в разум. Написано. Я обязан выполнить. Я вижу правила. Мать церковь дала. Для пользы. Для здоровья. Не во вред. А они на все правила смотрят, как и не бывшие. А кому они нужны? Они устарели. Оглашенные извините. Во многих храмах их вообще не считают. А кто оглашенный? Они не знают. Впервые зашедшие. Я говорю, вы слышали оглашенные извините? Илицы оглашенные извините? Зачем три раза? Три раза. И на вас это ноль. А потом. Двери, двери. Прямо то всего. Что означает дверь это? А вы вот это шторку дергаете. Вы думаете, что двери шторка мешает? Или что? Не знаю. Это означает диакон. Опять он пройти по храму. Увидеть, кто чужие стоят, отнущенные за грех или готовящиеся к окрещению. Их вывести и двери запереть. Запереть, не закрыть. Ну и что, ножки делать? Не могут. Они не могут ничего делать. А почему? Если они начнут правила эти включать, выполнять. Люди, в храмах никого не будет. Священник один у меня нашел на нужной кондиции. Говорит, так я должен сам у тебя грудь. И давно пора. Уйди, начни на улице каяться. Ты не должен в храме быть беззаконником. И вы это знаете. Сотрудничали с властями сто процентов. Архиерея. И власть их ставила. Седьмой Вселенский Собор, третье правило. Делать их недействительными. Да он есть. Да мало что он есть. Его нет. Он связанный лежит. В православных случаях никакой батюшка нет. Через него все правильно. Откуда вы это взяли? Что все правильно. Господь сказал, что говорят делать и по делам не поступать. Это он говорил тем. Сегодня они не говорят или говорят превратно. Будут говорить превратно. Дабы увлечь учеников за собою. Чтобы им подражали. Я не апостол, двадцатая глава. Вот они и пришли. По словам их нельзя поступать. А по делам ужасать ты только будешь. Они еще не знают. Ну конкретно садимся. Я открываю вот трех толп. Покажите, что неправильно где-то. Они что попало говорят. Они как одержимые. Интересно. У нас был тут Максим Дмитриев. Он был, говорит, тринадцать лет. Ну видимо так или одиннадцать лет. И перед самым отъездом он приехал потеряем. Его побуждал патриарх Кирилл к этому. А там мне все передали. Кирилл прямо говорил. Поезжай туда. Так вот зимой я на вертолете полечу. Когда мы сидели в епархии, он говорил там. Ну а тут он думал, что его не уберут. А люди-то связывают с Игнатьем. Вообще нельзя связываться. Секретарь приехал, секретаря сняли. Епископ приехал, епископа сразу сняли. Он у нас помогал потерять? Его прямо оттуда, считай, в Липецк, город Елец. Туда. Мы оттуда 600 километров крюк сделали. Ехали через Воронеж. Встретимся с ним. Он спрятался. Я добивался там или нет. Наконец-то узнали там. Мы ни под каким видом не хотели встречаться. И, наконец, в Туле. В Туле был. А там наш батюшка знакомый. Мой отец Аким там был. Да кое-как там уже в алтаре. Там пару слов сказать. Ой-ой-ой. Я 600 километров к нему еду, чтобы порадоваться. Мы приехали. Ни под каким видом навстречу не идут. Он лгал и лгал до конца. А тут вдруг открылся. Как много мы можем тут получить. И в ролике стоят. Ходим, попотеряем. Сидим за столом. На улице я беседую со священниками. Это тут прям сразу увидишь. На нашем видеоканале. Ну, а до этого-то вдруг так поступит. Не перед самым отъездом-то. Нет, на наше тот же. И вдруг его бывший. А теперь уже третий раз сменили секретаря епархиального. А тот был Сергий Беляев. Звонит. Владыка Максим. Заказывает все ваши 38 дней. Сначала на батюшку потеряем позвонили. Он говорит. Ну, и гнать это в городе. Мне звонят. А я говорю. Хорошо. Какая цена. Я сказал. Хорошо, хорошо. Мы купим. Ни ответа, ни привета. Ну, хотя бы сказал. Отбой. Передумали. Или заболел. Или помер. Или в другом месте где-то схватил. А я узнаю дальше. Он узнает, что я был там. Они делают теперь разнос по всем библиотекам. И эземляют для себя. Теперь он готовое имя. Я могу только догадываться. Вот и все. Они. И мне сразу из библиотеки звонят. Тут епархия звонит. Ваши книги сказали нельзя. Я говорю. Вы подписались, чтобы сохранить. Вот я и боюсь. Куда теперь. Как девать. Я думаю. Возьми себе. Не отдаваем. Они волки. Каждый экземпляр 750 евро. Это что-то стоит. А мы едем откуда уезжаем. Уезжаем. У нас времени нет. И она расположена к нам. И у ней свои позаченные там библиотеки. Четыре района. И она говорит. Я могу их туда сама отдать. А чтобы нам не ехать. А мы согласились. И эти четыре экземпляра по 38 сразу попадают в руки волков. Я должен думать или не думать. Кто они такие? Он их не писал. Не издавал. Они вот маленький журнал у меня тут есть. Я вам сейчас даже могу показать. Подожди. Как я у меня тут был. Подожди. Что я его сделал? Вот такой вот журнал. И он называется «Пома». Сейчас я не знаю видать или не видать будет. Да, я вижу. Видишь, это Перцов. Хорошие артисты. И впервые стал говорить слово «грех» появилось у него. Он не знал православный. Он даже не знал слово «грех». А впереди вот оно у него написано. Вот, пожалуйста. И вот они здесь наши перечисляют. Генеральные директоры. Какие директоры? Какие за рубежом? Легайда какой-то. Легайда – это главный редактор. Перечисляют тут десятки. Десятки. И все это созвание, все они получают. Финансируется. Я один и один корректор был. Сам верстал, сам набирал, сам издавал, сам платил. И все. Позже с отаясь или нет. Так это книги, тома, а не журнальщик какой-то. И при том журнал-то, я вот читаю, смотрю, он мертвый журнал. Там ни одной статьи нет, которая давала бы возродиться. А статьи, как князь Владимир был, какой он был, как Русь там крестился. А то все в истории там где-то крутятся. А они неверующие, это так, для афишки. Им это не надо. Я беру один журнал, вчера читал, читал. Генеральный директор, там, веб-мастера, там, ой-ой-ой, нацеплялось их сколько там. Там человек тридцать, наверное. Да за это время, вот я издал, я повторяю, один. Вот оно, благословение Господне. Да ты возьми один том, посмотри. Один, любой. Первый, двадцать шестой. Когда двадцать шестой том показывают, там, триста поэтов за триста лет. И по-моему же тематики что-то сказали. Я отвечаю в университете студентам. Умелье голосу поднимать. Это вы сделали, это невозможно. Да, двадцать тысяч пайлов, я их все время должен был прокручивать. Тысяч. И это все самостоятельно. Денег нету, совершенно нету. Никто меня не финансировал. Господь давал. Так это ни одна книга, ни две, а тридцать восемь. А из них еще пять переиздано. Большим тиражом. Девяносто с лишним процентов книг раздаю даром. Разница между нами очень большая. Хороший журнал, журнал-то хороший. Вот сейчас здесь издается журнал, называется «Душа». Под Одесской коррегионов идет. Хороший журнал. Вот в нем есть что послушать. Они бы стали печатать пути спасения, так его читать никто не станет. Люди не знают, не понимают. Я вам скажу небольшую тайну. Вы ее уже знаете, наверное. Однажды. Я помог, говорится, с накрутаться, с прибампосами говорить. Просто скажу вам. Подобный этому журналу, я садяло, что патриарши в одном неком царстве, в некотором государстве, они заходят случайно на наш сайт. Материал-то православный, печатали. Их одобряет, они благословленные, у них там целая плеяда, кто работает. И ему надо напечатать. Главный редактор расположился, но теперь издает, и мне уже передают. Но только чтобы Игнатий не приговорился, что у нас будут печатать. Даже уже мы напечатали его, даже мы разослали, они могут отозвать его, уничтожить. Весь номер. А вот когда пройдет еще месяц, и там останется несколько журналов, тогда Игнатий дадим. Тогда им уже не взять, в людях будет. Это волки лютые. Только то, что наша фотография находится на брошюре, это Игумен Игнатий Душаинов, я вам рассказывал. И вот, это у нас Плочки, село Плочки, Ребрихинского района Автальского края. И они продают по благословению, патриарха Алексея Второго. Продают, и одна прихожанка говорит, «Так вот это крещение-то, вот как на визитке которой, на визитке, оно на обе стороны. Так это, говорит, потеряем. А там священник Игорь Чернодаров, что с ним сделалось-то? Он с тума сошел. И медленно убрать. И тут же и сделали все. Благословленным патриархам они продавали, вот теперь зубами скрижечься, да как же продавали с этой фотографией. Там ни одного слова Игнатия и Лапкина нет. Ни одного. Но фотография. Это на каком уровне и надо быть похожим на демонов. Это не люди. Как будто демоны в рясах. И вдруг мне сообщают. В других городах та же самая история. Находились люди, вот в Катеринбург, другие, и говорили, вот вы продаете по благословению патриарха, а фотография-то это от Лапкина. Немедленно сверлись при Лапках, они все одинаковые. Там единицы какие-то, которые не так. А которые не так, они все запуганные. Они боятся слова сказать. Иначе у меня архиерей с ребятишками на мороз выхитет на улице. Да вообразить это же невозможно. Но они на полном серьезе это допускают. Они понимают, что по-другому это сделают. У них только одно. Почему? Это веревско-сталинская патриархия. Она другой не может быть. В ней кровь течет оттуда. Другая, ядовитая. А что делать? Пеплом, прахом посыпать голову и уйти в затвор. Как сделал патриарх был Павел IV. Тогда была царица Ирина. Но она пришла к нему с какими-то бумагами или с чем. А он снял с себя все и говорит, я ушел, как ушел. Я, говорит, одно заявление тут подписал. И вижу, что неправильно. Я дезавуирую свою подпись и ухожу в монахинь. Она вслез. Она его упрашивает. Ириотики наседает. Он говорит, доверься Богу. Ну, где я возьму? На патриарха. Тогда на какой? Можно сделать. Ну, хоть укажи на какой. Он говорит, да у меня помогает вот один тут, Миренин. Тарасин звать его. Слава Богу, не Игнать. Вот его берите. Они его в шесть дней патриархи возбили. Дьяхона на следующий день, Пресвете на следующий день. И там Иугомена, Архимандрета и патриарха, который через шесть дней. И тоже он будет святой. Почему они патриарху, папе, этому Павлу, не подражают? У меня много о нем сказано. Почему? Пусть они ответят. Не один, не один за тысячи там четыреста лет не подражает ему. А пример-то какой? Я поставил подпись под нейритическим воззванием. Я слагаю себя, полномочия. Я ушел. А Бог усмотрит. Бог усмотрел великого ротовогорства Тарасия. И при том, что это не один раз было. А сегодня как? Патриархи. И патриарх, видимо, Кирилл, бумажку берет. И на бумажке пишет. Патриархи должен быть избран только тот, кто, и дальше, высшее образование, кандидатская днистепель, имеет опыт номенцинатурной работы административной, не меньше сорока лет. Он все узнал из себя. И две кандидатуры только нашлось. Одну запугали, а третий отказался. Все. Остался один, и его выбирает. Еще не сказал Путин. Если патриархи избирать, я буду составлять бумагу. Я ее составлю сейчас и напишу, чтобы человеку было не меньше, чем 74 года. Мне 74. Дальше, чтобы ни одна волосинка не была почина, усы не подстрижены. Дальше, чтобы все посты соблюдал, не меньше 7 раз в день молился. Я им сейчас напишу правила, кто может быть патриархом. Чтобы у него был стаж 51 год проповедической деятельности, не меньше пяти тюрем прошел, за Слово Божие. Все, никого нет. Выбирает патриарха. А подхожу, то только я один. Все, я патриарх. Они бы еще дурью маятся. Они бы сказали, патриарха может быть тот, кто. И дальше написать. Каким был апостол Павел, я. И всем качественно высловили бы. Ни один бы не подошел. Они бы измеренно пришлось восстанавливать. Они никогда не дадут. Они дорвались до власти. Перелескать передними ногами. Перелескать задними в это корыто. Это Хаджи Мурата Льва Толстого написано. Мы разные. Мы другие. Мы иные. И настолько иные. Я за ними не гоняюсь. Вот они издают журналы, эти называют, церковные мурзилки. Там Алтайская миссия. Ой-ой-ой. Это даже считать. Говорит, другой раз руки вымышь. Вот пишут, чеченцы захватили в плен русского солдата. И они его распинают. Прибили руки, прибили ноги. Но он-то православный. И он на кресте. А снайпер в него смотрит. И он на кресте пулей бьет. Пулей. А там рядом эти ходят. Он прибитый там. А он головой крутит и показывает. Нет, они туда. То есть корректировку огня прибитый ведет. И а тот пулей издалека снайпер бьет по кресту. Не по нему. А он говорит, поближе надо огонь занести-то. Это на кого рассчитано-то? Прибитый ко кресту. И он корректирует огонь, где чеченцы. Ой-ой-ой. И люди в рот разину глотают по кассету. Другой там яме сидит. Посадили его. Есть ничего не давали. И он там шесть месяцев питался только глиной. Глиной глиной ел. Штукатурь какой. А его полюбила чеченка. И теперь она помогла ему. И теперь он уже в России. И она приняла христианство. И теперь дети. И все православные. То есть они такие пасни любят. Ну, блядь, они блеют. Ну, где-то это верно, чтобы глиной питался. И Чеченка его вывела. И все остальное. Да кто бы ее допустил туда? И это печатают в журнале. Алтайская писсия. И все они. Я из других мест получаю эти. Зарковные бурзилки. Они одинаковые. Безбожные. Вот у меня. Покажем сейчас. Какая это тут секта. Христианская газета Доброе имя. Вот она называется. Доброе имя. Не знаю видно, нет там. Обыкновенное вот газетие. Вот. Читили. Вот. Читили страницы. На одной этой газете. Духовно написано больше, чем у них за 50 лет. Как видите. Какое-то есть такие баптистные отделенные. Совет церквей. Телефон. Телефон. Так. Так. Говори. Ну, Бог просит. Ну, Максим-то дома? Он впервые сидит? Ну, вот. Касси теперь, как ты воспитывала его. Все пока. С Богом. Прощу она одна. Воспитывать сына не давали. А теперь попался на наркотик. И где-то увезли. Он все время занимался только этими. Либо компьютерными играми. И совершенно как умалишенный. Без института выгнали. Ну, и пошел куда-то поймали. Она звонит. Да он был у меня. Да был не против. Я считала, болелась. Что ты городишь-то? Считала, болелась. Когда ребенок поперек лапки лежал. Надо было смотреть. Он вор вырос. Ворует. Его до гора увезли. Полетия надо благодарить. Что черта злодеяния немножко потоньше будет. Но будет. Я говорю о том, что конкретно касается меня. Одного меня. Я не собираю где-то. И они рядом с тобой живут. И они хоть один раз. Вот когда бывает. А я напрашиваюсь. У нас нет миссионера. Миссионерский отдел преподавать. Возьмите меня. Я бесплатно буду. У-у-у. Что? Близко не подпустят. Ну что вы. Об этом думать нельзя. Они ненавистники. А их журналы, вот эти мурзилки. А я знакомый с редакцией. И мне разрешил набрать отходы. Бывает это что-то не так. И я беру огромными пачками. Газеты церковные выходят. Лампада. Такая луна церковная-то. И у меня ее накапливаются с мирскими там хорошими газетами. Четыре с половиной тонны. И я завезу в лагерь. Я раздаю эти их газеты в мурзилки. А они мои книги сжигают. Так я могу сделать разбор с первой до последней страницы. Все не по Ивану. А они мне ни одной строчки вся церковь, патриархия не могут указать за двенадцать лет. Нигде. Знаете обвинения? Во свете Библии. Во свете Библии. А они как? Они никак не могут. Предания там разные собирать. Чем не предания-то ваши? Андрей Токураев правильно сказал? Знаете, плевать на все это. Не сходится со словом Божиим. Подвал. На суде Божиим будет все сгоревшее. Я видел ангел, он летел в него с вечной Евангелия. А его Евангелия-то нет. Проорал дьякон, ушел и до этого хобес. Так, сегодня прощеное будет. Тогда ранее, брат, тоже попрошу прощения. Не-не-не, просмотрите и на тикси. Ну, я так и радуюсь, что ты, конечно, нас. Это как бит и не бит вывезет, а то нас полностью совпадает. Думал я, что эта сказка буквально исполнится. Вот такое дело. Еще напомните, 719 действующих правил, из них 413 нарушаются. Эти данные найдите где-то еще в интернете. Если указать, то только на меня сойдутся. Сколько же времени я должен был сидеть с дебеканонами, смирять их? Они не могли это сделать. Вот сейчас мы будем молиться канон Андрея Критского. Ты его заряди, здесь наш поисковик, и посмотри, как мы молимся. Он на три стадии. Помилуй меня Божьим, благодаря тебе и слава тебе Божьим нашим. Почему они не додумаются на этого? Они лишены благодати Божьей. Они мертвы. А мне Бог это открывает. Я, впрочем, Павел, это благодать Божья. А почему до вас никто не делал тысячу сто лет? Мне зачем решать это? Потому что я не родился, и они еще больше лопаются. Но это далеко было доказать. Если они Духа Божьего не имеют, то страшно подумать, какой в них Дух. Я еще могу сказать. Они ко мне залазят в интернет, всякие пакости говорят, и дальше и распространяют, пишут, это еретик там такой. Интересно, вчера этот маленький ролик я поставил. Это мой племянник ездил и со Сверлигом встречался. Вот рады. Еретик. А я знаю, кто. Совершенно обощенный человек. Он патриархию в нуль поставил. Благодатно и прочее. Старобрядка сначала. Он успел ухватить, громонуть, и вовремя отошел, не пристрелили. И сейчас умничает. А что умничает-то? Когда в Писании, не знаю, на русском языке нельзя, это басонный. Басонный не так перевели. На соколомие это страшный грех. Он меня видел? Нет. Что-то читал? Нет, и читает. Иридик. А я его, слушая все время, смотрели. Каждый день его имя Гермард произношу на молитве. Вот и все. Я его несу на руках молитвы, не он меня. Если он заявляет, что церковь безблагодатная, то нужна тогда альтернатива. А когда опять тогда благодатная? Он один. Он все стал безблагодатными на земле. Где-то есть, но никому не говорит. А это все они говорят. Жулики. Где-то. Где-то есть. И он говорит, да, где-то есть. Но я не могу сейчас сказать. То есть он один знает, а один Герман спасается. А другой Герман будет, уже не спасется. Еще мы должны верить ему. Это высокоумие. А какое высокоумие? И так детей воспитывают. Вот надо, чтобы электричество. Ну, такое муть гонит. Там слушать нечего. Вот как в Неве надо было. Золотой запас. Да, правильно разбирается в этом. Но ты ничего сделать-то не можешь. Нигде. Работает, работает. Он говорит, политические, религиозные взгляды. Они спрашивают, там торгмены работают. Ну, сколько делов. О, там какие-то разводят. Не знаю, овечек, баранов или еще что-то. Какое отношение к вере это имеет? Он никакой. Он здесь был в бархаволе как-то. Ему обо мне сказали. Он ничего не знает. Первый раз слышит. Он на другой духовном уровне. Он говорит, ну, юридик. Как доказать или как он отвечать будет? А ему это не надо. Веры-то нет. Иисус Божий не верит. А племянник, говорит, стали за столом молиться. Он даже лба не перекрестил. Ну, какая там вера? Ты разбери каждый свой рубль, который награбил. Чтобы заработать миллионы, нужны годы. А чтобы проснуть за утром, как Герезовский говорил, я понял, я сказочный шампан. А это означает, разграбили и тебя отдали. Так, поверьте, решали евреи. Кому отдать таким евреям? А почему тут я? В день не дали ни рубля. Я прожил и так. А взял бы, конечно, взял. С удовольствием. Я спрашивал, а куда делал? Я рассказал, куда бы делал. У меня бы у Кости ни рубля не было. Дорогу проложил по нерябку, комбайн новый, Игорю, старости купил бы. Дальше школу построил, большую настоящую храм. Ну и деньги кончились. Учителям бы оклад раза в четыре повысил хотя бы. Вот так. Дома бы его я построил. Ну и деньги кончились бы. А сколько надо? Ну хотя бы миллионов пять долларов, чтобы я расшевелился маленький. Ирюк Ильич, давайте я посмотрю, там еще у вас кое-что в компьютере налажу кое-что. Ну давай, я сейчас дам. Вот, посмотришь. Ну я только не знаю, что долго не. Тринадцать минут, а минут через двадцать я буду уходить. Может потом? Да нет, я сейчас, потому что если вам кто позвонит, чтобы нормально разговаривали. Я сейчас его должен дать, да? Да. Хорошо. Давай. Вот так. Она открывается. Нижняя. Один семь. Один восемь. Она одна и та же. Один семь, один восемь. А сейчас, посмотри. А я вам решаю разговаривать? Нет, я... Давайте говорить будем. Вот священник того, что священники, которые к вам где-то обращаются, скажите, первое, что вам требуется, не лукавить. Не лгать. А где написано? Притча Солобона, тридцатая глава, пятый-шестой стих. Притча Солобона. Не прибавляя к словам его, к Божьим, чтобы он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом. Всякое Слово Божие чисто. Оно чисто. А они с лоши рядом обрепили Слово Божие, чем попало. Мертвецы им нужны. Они с мощами находят общий язык, а живыми нет. Почему? Оставь мертвецам хоронить мертвых. Христос не сказал, оставь мертвецам выкапывать мертвых. Хоронить, и то это уже запретельно далекое от следования за Христом. А ты следуй за Господом. А они не считают мертвецам для себя.